Рад всех приветствовать, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о таком носителе информации, как Blu-ray. Но именно рассмотрим его как формат для видео высокой чёсткости, то есть для кинофильмов. Я, в принципе, этот формат очень люблю и ценю. Кинофильмы на данном носителе даже коллекционирую. Даже самый первый ролик, что уж там говорить, был на канале про коллекцию Blu-ray дисков. И вот, и сегодня хотелось бы рассказать по большей части не о самом Blu-ray, а о Blu-ray проигрывателях, какие я использую, а также, в принципе, некоторые модели вам порекомендовать. Но для начала, друзья, хотел бы порекомендовать вам молодой, но перспективный канал. Связан он с компьютерами, гаджетами и прочим. Называется Техно-АСМР. Свежий глоток воздуха в современном техноблогинге. Автор сейчас экспериментирует с разными форматами и темами. И всё это в уютной обстановке. А также автор канала глубоко погружается в детали освещаемых им тем. Так что, помимо просто развлечений и приятной беседы, можно будет узнать много интересного. Тут и ретро-компьютеры, и новые компьютеры, сборки, игры, шлемы виртуальной реальности. И вообще, неизвестно, до чего ещё дойдёт автор канала в будущем. Подписывайтесь, друзья, мотивируйте автора канала ещё больше, чем он мотивирован сейчас. Будет интересно. Ну что ж, начинаем, друзья. Вообще, что стоит сказать по Blu-ray и когда он появился? Ну, впервые прототип, так скажем, самый раннего Blu-ray диска – это у нас 2000-й год. Вообще, он был разработан консорциумом компании – Blu-ray Disc Association, BDA сокращённо. Туда входил ряд крупных производителей электроники. Вы сейчас видите наименование всех брендов. И это, конечно же, самые узнаваемые компании. Но, в целом, именно в 2006 году он был представлен публике, этот формат, на Computer Electronics Show выставка. И также в 2006 году был запущен в коммерческое, так скажем, использование. Но, стоит сказать, что у Blu-ray был изначально конкурент в виде дисков HD-DVD. Вот так вот они выглядели достаточно интересно. Коробочка у них чуть отличалась. То есть, если мы возьмём стандартную коробку, как бы, Blu-ray, он просто открывается и открывается. Здесь вот ещё защёлочка у HD-DVD была такая. Вот. И примерно вот так он выглядел. Этот формат просуществовал достаточно недолго. Он просуществовал всего пару лет. То есть, с 2006 по 2008. Вот. Blu-ray же его, конечно же, победил. Вообще, почему Blu-ray победил? И в чём его преимущество? Это формат дисков повышенной плотности записи. Здесь используется голубой лазер. Ну, по факту он больше фиолетовый. Сами дорожки уже стали. И в итоге однослойный Blu-ray диск стал вмещать 25 гигабайт. Но по факту они делаются двухслойные, как правило. А двухслойный уже диск целых 50 гигабайт. Трёхслойный. Вообще 100. А также ещё четырёх, может быть, 125 и так далее. Вот. Ну, в большинстве случаев всё-таки двухслой не используется. А также, вот если сравнить его с HD 9, то у этого, конечно же, формата всё скромнее. Здесь уже у нас на один слой помещается 15 гигабайт. А на два слоя 30. Ну, сами понимаете, значительно меньше. Но взгляните на два этих диска. Посмотрите, вот это HD DVD в этой руке. А здесь у меня Blu-ray. И Blu-ray, видите, такой синий. Сам по себе такой голубоватый цвет у него. И всё-то неспроста. Потому что если вот взять, например, предыдущий формат DVD. Смотрите. В чём заключалась особенность. Ну, вот если с DVD его сравнивать, то DVD ещё более светлый. Но в целом они похожи. HD DVD. А то, что полимерное покрытие этих дисков, оно достаточно неустойчиво к царапинам. То есть обычный DVD поцарапать просто. CD также просто. И Blu-ray на самом деле, на ссанемых своих ранних стадиях, так скажем, прототипах, он ещё более быстро царапался, чем, допустим, DVD даже. И его заключали в такой пластиковый холдер, кейс, и вот только в этом кейсе предполагалось его использовать. Когда HD DVD поставлялся без всяких кейсов. Но здесь компания TDK разработала как раз-таки новое полимерное устойчивое к царапинам покрытие, которое используется в Blu-ray. И оттого Blu-ray диски это, в принципе, можно сказать, самые устойчивые диски к царапинам, к механическим повреждениям. И что действительно, я отмечаю это на практике, что вот, например, те же игры, например, на Blu-ray, на PlayStation 3 гораздо реже можно увидеть зацарапанными, они максимум, что могут заляпаны быть. А чтобы вот прям поцарапать Blu-ray, ну, это надо сильно постараться, поскольку устойчивость к царапинам у него очень хорошая. И это один из, наверное, главных плюсов. Да и в целом, я думаю, что, допустим, та же коллекция на Blu-ray дисках, если пройдет там 20-25 лет, я не думаю, что слой деградирует, и Blu-ray диск перестанет читаться. Достаточно-достаточно он хорош. И, конечно же, вот за HD DVD, кстати, была ответственная компания Toshiba, но она там активную роль принимала в участии в создании этого формата и проиграла HD DVD. Но кто бы сомневался, Blu-ray, безусловно, лучше. Ладно, это все лирика. Мы приступаем к основной теме ролика, а именно на чем смотреть Blu-ray диски. И, в принципе, какие они бывают, еще попутно расскажу, потому что формат, конечно же, менялся. Самый последний, например, это уже 4K Blu-ray, новый, так скажем, обновленный формат, еще лучше, еще краше. Поэтому тоже поговорим сегодня про плееры, которые способны воспроизвести 4K Blu-ray. Хотя он уже, конечно, не так популярен. Но стоит сказать, что вот в 4K диске они выпускаются в таком формате, что в коробочку, как правило, кладут не только 4K версию фильма, а еще обычный Blu-ray. И вот так вот это все выглядит, как видите. Вот. Ну, там помимо 4K разрешения, еще, как правило, новые форматы звука, такие как Dolby Atmos, DTS-X, расширенный цветовой диапазон HDR, тот самый. Также, к сожалению, Blu-ray, так же, как и DVD, имеет региональное ограничение. Но только у Blu-ray 3 региона, не 5, как у DVD, но тем не менее. То есть A, B, C. И, к сожалению, покупая диски где-нибудь в Америке, там, в Европе, вы можете наткнуться на то, что диск будет залочен под какой-то конкретный регион и будет воспроизводиться в России. Потому что в России, например, у нас регион C, а в Украине, по-моему, кстати, B. Что удивительно. Ну, вообще в Европе B, Америка там это A регион. И бывают, как бы, диски мультирегиональные. Или бывают двух регионов. Вот, например, вот этот Аватар. У него здесь A и B. Вот, смотрите, как видите, видите? A и B. Вот указано. То бишь, в Америке будет работать, где-нибудь в Европе тоже. А вот в российском плеере, извините, не запустится. Бывает мультирегион, а бывает вот конкретно на один регион. Допустим, вот этот диск, это на B. Опять же, в России не запустится. Ну, а вот российский диск. И он у нас идет ABC, мультирегион. Вот, кстати, в России по большей части диски выпускались мультирегиональные. Что хорошо. Но есть и положительная новость. То, что, например, 4K Ultra HD наконец-таки избавились от регионов. И можно смотреть спокойно диски любой страны на любом плеере. Если это Blu-ray 4K. Ну, что ж, друзья, переходим, собственно, к самим Blu-ray плеерам. Мой основной аппаратик на данный момент это вот такой вот PIONEER. Это PIONEER LX71 модель. В принципе, аппарат предтоповый. Есть, конечно же, еще более крутая модель. Это LX91. Но, к сожалению, все-таки он больно дорого стоит. Хоть и достаточно старый. Но стоит при этом от 35 за БУ. Поэтому мной был приобретен не так давно в принципе вот этот вот аппарат. Я его купил без пульта. По-моему, тысяч за семь. Он в хорошем состоянии. Вот так выглядит. Здесь сенсорное управление. Достаточно красивый, большой, очень тяжелый. Но все-таки это уже такой Hi-Fi класс именно. То есть LX именно серия. LX это у PIONEER топовая линейка. Вот такой вот аппаратик. Что стоит сказать? В принципе, воспроизводит все достаточно хорошо. Здесь есть все форматы звука. DTS HD, Dolby True HD. То есть вот они даже здесь указаны. А вот если взглянуть, допустим, на заднюю стенку, то что мы можем увидеть? Во-первых, ну, конечно же, HDMI порт, а также аналоговые выходы. Тут и компоненты, и S-видео, и композиты. Все на свете. Регион, естественно, здесь у меня C, потому что это российский плеер. И, как видите, у данного плеера присутствует аналоговая часть выхода аудиозвука, двухканальная. Здесь также цифровые выходы устаревшего формата либо коаксивы, либо оптика. Но они передают только Dolby Digital, либо DTS. То есть уже более высокие форматы не могут. Вот там DTS, HD. Вот. Здесь управление через вот этот вот разъем. Это можно соединить его с ресивером. Очень тяжело, конечно, держать. И есть вот эти выходы многоканального звука. Отдельно на каждый канал. Что они дают, вот эти вот выходы? Это то, что сам Blu-ray плеер, поскольку имеет достаточно качественную начинку и хорошего, высокого качества аудио ЦАП, цифроаналоговый преобразователь, вы можете не использовать ресивер, а непосредственно либо к многоканальным выводам звука подключить усилитель. Ну, просто ряд отдельных усилителей стерео. На передней тыловой колонке стереоусилок, на задней колонке стереоусилок. На центральный канал, допустим, моноусилительный стерео. Просто один канал будет не использоваться. И сабвуфер отдельно со своим усилителем, естественно. И все, и у вас, по сути, будет уже просмотр, так скажем, кино. Единственное, что калибровочный микрофон, поскольку не входит, поэтому система как ресивер не настроится. Также, в принципе, если, допустим, у вас какой-то простенький ресивер, который не умеет обрабатывать HD форматы звука, либо это делает очень плохо, то можно, в принципе, ресивер использовать просто как усилитель, соединив, опять же, вот эти многоканальные выходы звука. Плюс, поскольку это аппарат высокого класса, можно слушать, например, аудио-CD, супер-аудио-CD диски такого формата. И непосредственно вот к этим выходам подключить просто стереоусилитель, стерео-пару колонок, и будет хороший качественный звук. Если брать более старшего его брата, 91-ю модель, то здесь, в принципе, все то же самое. Хорошая часть, но только еще лучше, лучше трансформатор, лучше начинка. Также у 91-го есть Ethernet-выход. По поводу, значит, работы его, стоит сказать. Ну, сразу скажу. Пионер, в принципе, это лидер. Вот среди Blu-ray есть еще другие компании, по Blu-ray хорошие я их, в принципе, упомяну. Но картинку выдают аппарат очень хорошую. Там изображение классное, звук великолепный. Что DVD на нем очень классно смотреть, что Blu-ray. В плане именно качества изображения никаких претензий, абсолютно. Значит, какие минусы? Ну, во-первых, это простенький достаточно инфракрасный пульт, не без радиоканалов, хотя можно управлять с пульта ресивера. При желании, если это все дело соединить. Вот. Второй момент. Момент скорости работы. Поскольку аппарат достаточно древний, то диски и менюшка, и все вот эта вся загрузка, она крайне недлительная. Здесь диск загружается где-то примерно минуты 2, 3, 4, в зависимости от того, какой Blu-ray диск. Там разное меню может быть. И вот он минимум минуты полторы, наверное, грузит этот Blu-ray диск. Он сам включается достаточно. То есть ты включил, потом происходит загрузка аппарата. После этого происходит определение диска, после этого загрузка этого диска. И много времени, конечно, проходит. Удобные сенсорные кнопки, красиво он, замечательное все в этом плане. Но тормозной. Также, какой минус? Вот есть, например, такой формат дисков, как Blu-ray 3D. Вот, к примеру, смотрите. Что такое Blu-ray 3D? Он появился где-то вот в 2009, конец 2009. Сейчас точно не буду вспоминать, но несу. Есть Blu-ray 3D. Есть 3D-телевизоры. А Blu-ray 3D, как он выглядит? Вот, например, Titanic, да? Как вы видите, здесь два Blu-ray диска. Это один фильм, но просто на один диск, видно, не влез. Сделали на двух. А вот здесь вот у нас обычная версия фильма. Вот это доп. материалы на одном диске. Вот они, видите? И вот сам диск просто фильм. Не 3D-версия. То бишь, если у нас плеер не 3D, мы попробуем в него воткнуть диск, вот этот вот 3D, то у нас появляется вот такая табличка замечательная, которая говорит, что наш Blu-ray плеер не поддерживает 3D. И давайте-ка другой плеер покупать. И в нашем случае надо вставлять вот такую версию. Вот, Обитель Зла 4. Вы можете купить версию как обычную, не 3D, так и именно 3D. И вот что касается версии 3D Blu-ray диска, я даже не знаю, поскольку у меня ее не было, я не знаю, запустится ли она, например, эта версия на плеере, который это не поддерживает. Второй аспект. Даже если у вас плеер поддерживает 3D, то ведь сейчас большинство современных телевизоров не всегда поддерживают 3D-то. А это же 3D было модно как раз-таки в те годы, когда у нас 2012, 2013, 2014, вот там пошли все эти телевизоры. Если телевизор без 3D, то это какая-то прям бюджетная фигня. Вот. И поэтому, если у вас телевизор не поддерживает его, а плеер поддерживает, то будет вот такая табличка. Которая нам гласит о том, что телек-то у нас не подходит, все, фильм не запустится. Поэтому с этим стоит обращать внимание, что когда вы покупаете, допустим, фильм, обратить внимание, если у вас какой-то из компонентов 3D не поддержит, а вы хотите купить 3D-фильм, то его не посмотреть. Как-то так. Также, что касается старого плеера и того, что он не умеет. Есть такая функция, как Blu-ray Live. Вот. Она представлена была примерно 2008-2009 год. Ну, тоже не суть важна. Blu-ray Live, по большей, конечно, части бесполезная фигня. Заключается она в чем? У вас на Blu-ray плеере есть Ethernet выход или Wi-Fi. Вы подключаете этот плеер к интернету и, вставляя диск, у вас появляются дополнительные всякие фишки. Например, какие-нибудь комментарии, там чего-либо, реклама. А может быть и просто интересные доп. материалы к этому фильму. Но при этом они не содержатся на диске. Они все скачиваются с интернета. Просто диск дает вам, как сказать, возможность эти материалы просмотреть. И все это за счет функции Blu-ray Live. И вот на этом старом плеере ее, естественно, нет. У него вообще нет интернета. Также еще какая особенность старого Blu-ray плеера, это то, что у Blu-ray есть, естественно, криптография и защита. Защита его от копирования, которая, конечно, потом благополучно была взломана. И в итоге эти Blu-ray диски взломали. И все эти защиты, их несколько было. Но бывает такое, что вот если у вас у Blu-ray плеера старая прошивка, а вы какой-нибудь диск новый прям совсем вставляете, который вышел там за... Через пять лет после того, как ваш плеер был выпущен или там еще больше, то может написать, что вот диск какой-то новый, надо обновить прошивку на Blu-ray плеере. А вдруг этой прошивки уже нету? Может, ее недоступно? Но вот на этом плеере я даже не знаю, каким образом обновляется прошивка. Скорее всего, просто на диск записывается на болбанку, возможно. Потому что здесь USB-входов нет, Ethernet-а тут тоже нету. Потому что он старенький достаточно. И у меня, по-моему, один раз был такой, что какой-то диск я вставил посвежее, и он вроде как не запустился. Пришлось на другом аппарате его проиграть. Вот. Плюс еще был случай, когда... Ну, поскольку он сам по себе тормозной несколько, из-за того, что старый, один раз смотрел кино, терминатор Salvation с диска. Диск был идеальный у меня. В принципе, все диски, они без царапин, они абсолютно в идеальном состоянии коллекционном. Но почему-то звук чуть-чуть на несколько, там, на доли секунд отставал. Это было заметно. Пришлось просто на кнопке на пульте переключить, вот, как бы, следующий... Ну, там, кинофильм разбит на сегмент и включить следующий сегмент, потом назад сделает. То есть, и там звук выровнялся, и дальше вот так смотрел. Почему-то отставала звуковая дорога, без понятия. Также стоит сказать, вот, если вы покупаете Blu-ray Player с рук, на примере вот этого аппарата скажу. Конечно же, лучше прийти к человеку домой, во-первых, попросить вас показать, какие фильмы он смотрит. Может, он мультики на DVD смотрит для каких-нибудь детей. И, как правило, там, мультики на DVD, они все зацарапаны, там, в плохом состоянии. Если вы, допустим, взяли ближайший диск у него из полки, посмотрел, он весь там в царапинах. Ну, естественно, лазерной головки от этого лучше не станет. И есть, кстати, повод отказаться тогда от такого плеера. А вот если он действительно, там, несколько Blu-ray дисков у него в коллекции, может, иногда он включал его. Но в любом случае надо просто несколько дисков вставить в плеер, попробовать воспроизвести. Во-первых, посмотреть, насколько он быстро загружает эти диски. Может, он там головкой будет 10 минут елозить, а потом еще и ошибку выдаст, что, мол, диск не загружается. То уже явный признак того, что головка уже все подходит, так сказать, к своему концу жизненного срока. Должен запускаться относительно, ну, вот если это старый плеер, ну, хотя бы минуты полторы, две, три максимум. Если дольше всего, это уже, я не знаю, зачем он нужен. Вообще, желательно, конечно, побыстрее. Ну, и после того, как фильм запустится, просто потыкать, вот как раз-таки переключать вот эти вот зоны, насколько быстро, опять же, переходит от зоны к зоне, там, язык поменять. Ну, вообще, в целом, посмотреть на воспроизведение должно быть без рывков, без подергиваний. Все плавно, быстро, достаточно. Диск не должен там долго-долго елозиться в приводе. Вот. А так, по большей части, тут особо ломаться нечему, поэтому аппарат надежный. Ну, и, конечно же, стоит обращать свое внимание вот именно на топовый сегмент. Максимально хорошая картинка, как в DVD. Он, блин, ну, из DVD превращает, просто конфетку делает этот плеер. Ей-богу, великолепный аппарат. Хоть и старый. При этом есть еще вот такой же 51-й, чуть попроще, побюджетнее, LX51, но все-таки интереснее, наверное, вот как раз-таки компромисс. 71-й. И недорогой вроде бы, и крутой, но при этом не такой суперредкий и дорогущий, как 91-й. Потому что 91-й, там, по-моему, 35 минимум на Авито. При этом он древнющий, как бы. А 35 тысяч, извините меня, ну, может, сторгуется, там, да, там некоторые за 45, и за 50 его продают, и за 60, ну, можете загуглить плеер 91, Pioneer 91 LX. Вот, идем дальше, идем дальше по Blu-ray плеерам. Далее у меня DUNA HD, в данном случае это Smart D1. и к ней, конечно же, у меня есть вот такой вот аппаратик. Это сам Blu-ray привод. Они соединяются между собой кабелем, управление переходит все на DUNA, в ее меню появляется собственно лоток привода, и мы можем смотреть DVD, CD и самый Blu-ray. В целом, DUNA, она, поскольку является медиаплеером, всеядным, она может и образы, скачанные с интернета, воспроизводить как нормальный Blu-ray диск с меню и со всем остальным. И в целом она очень многофункциональна. Но сегодня я расскажу именно про часть Blu-ray более подробно, потому что про саму DUNA, про эту, у меня есть отдельный обзор. Во-первых, она старая достаточно эта моделька, Smart D1. Также была аналогичная тоже серия Smart, но только вот за место экранчика у нее здесь был привод. И вот эта вот коробка уже была не нужна. Уже здесь был встроен Blu-ray привод. Можно такую найти. Также была DUNA HD Max с Blu-ray приводом тех же годов. Если из более новых и интересных моделей DUNA HD, то лучше присмотреться, по-моему, есть модель DUNA HD Base 3D, вроде вот так называется. Что же касается вот этого решения. В целом, вроде бы, все неплохо, но она тоже жутко тормознутая. Диски очень медленно грузятся. Медленнее, чем на Pioneer. Плюс они могут зависнуть, а если они зависли, нужно ее отключать, вот с тублером сзади, включать, потом пытаться его достать. Он еще и не достается периодически, лоток не выезжает из-за того, что там этот диск начинает идентифицировать его, начинает крутить, ты достать не можешь, щелкаешь эту кнопочку. Плюс еще вот этот сам привод, он почему-то стал плохо выезжать, там пасик видно резиновый, он уже рассохся этот пасик. Хотя, допустим, с этим аппаратом таких вообще проблем нет. Этот работает изумительно, а Дюна не сказать, прям изумительно. Картинка у нее хорошая, изображение нормально, но 3D диски не поддерживает. Хотя у Дюны есть, конечно, один интересный очень плюс. то, что можно поставить модифицированный такой файлик системный специальный, и она должна полностью отключить всю региональную защиту. То есть ставится файлик, я его попробовал поставить, но у меня отключилась региональная защита у DVD, то есть DVD-фильмы я смотрю любых регионов на Дюне без проблем, но вот почему-то именно Blu-ray я так и не смог сделать. Суть заключается в чем? Вы файлик этот скидываете, устанавливаете, а дальше, чтобы сменить регион Blu-ray диска, вам нужно 4 раза нажать кнопку Mute и выбрать регион. Но ничего не происходит, пробовал, не меняется. Но я вот этот файлик нашел на форуме, и там он предполагался как использование для Dune HD Base 3D. И вот там скорее всего будет работать. Ну а дальше, друзья, вот она, красавица, PlayStation 3 в качестве Blu-ray плеера. И стоит сказать, когда вышла PlayStation 3, вот эта вот ревизия, фаточка, самая первая, это был самый доступный Blu-ray плеер в плане цены. А самое главное, что, наверное, один из лучших. Единственное, конечно же, он не выглядел как Hi-Fi ХН-техника, поэтому многие могли отказаться только из-за этого, ну, потому что все привыкли, что Blu-ray это большой серьезный сундук. Но, извините, сама по себе PlayStation 3 фатка, это, наверное, одна из самых красивых вообще консолей за всю историю человечества. И она на момент своего выхода прекраснейшим образом воспроизводила Blu-ray диски. И гораздо лучше, чем специальные плееры, которые столь и дороже. Лучше почему? Она все могла то же самое. Она могла даже Super Audio CD, все, все, все. Конечно, у нее нету вот этих аналоговых выходов, она не смогла, она не могла, то есть, нельзя было к ней подключить усилители, как я показывал на примере этого плеера. Тут чисто вот через HDMI выдали картиночку, а дальше ресивер сам уже справится. Но, извините, прекрасное воспроизведение любых Blu-ray дисков, плюс, когда вышел 3D формат Blu-ray дисков, нужно было что? Покупать новый Blu-ray плеер, а PlayStation 3 просто обновили прошивку, и все, и она стала поддерживать 3D. Это ли не прекрасно? Дальше один из главных плюсов, смотрите, это пульт PlayStation 3, как раз таки Blu-ray диск ремонт контрол, специально под нее, под малышку. Он просто мега удобный, великолепный, работает по Bluetooth. Вот здесь у плеер дорогущий, премиум сегмент, предтоповый аппарат, а пульт обычно инфракрасный. Понятное дело, что можно с ресивером соединить и пультом от ресивера, который тоже с радиоканалом управляет. Но конкретно просто с плеером шел обычный инфракрасный, с дюной тоже инфракрасный, а здесь у нас Bluetooth, можно в другой комнате находиться и управлять PlayStation. Ну и самое, наверное, замечательное это скорость работы. Настолько быстро она воспроизводит эти Blu-ray диски, махом практически, вставил и тут же она быстренько запустила их. Намного быстрее, чем Pioneer. Это, безусловно, плюс. По поводу звука. Смотрите, что консоль выводила звук, но сначала, естественно, все галочки отмечаем в настройках вывода аудио, то есть все многоканальные выбираем в настройках самой системы, потом запускаем диск, нажимаем на пульту либо на геймпаде кнопочку, по-моему, треугольник Options, всплывает такая менюшка и там настройки аудио выхода. И вот там можно поставить либо PCM формат, это тогда, когда сама PlayStation будет обрабатывать многоканальную дорожку, а на ресивер пойдет уже обработанный звук. На мой личный взгляд, вот когда консоль или какое-либо другое устройство обрабатывает самозвуки в формате уже PCM обработанном посылает на ресивер, воспроизводится хуже. И каналы не так четко распределены, и звук гораздо тише мне лично не нравится. На нескольких ресиверах пробовал, я всегда ставлю BeatStream, то есть там можно поставить за место обработки PCM можно поставить BeatStream. И тогда уже на ресивер пойдет звук полноценный. Ну не полноценный, просто не обработанный. То есть вот какой он есть, цифровые данные, и ресивер уже определит его на своем экранчике, напишет, что там принимает Dolby Digital, DTS, там, или еще какой-либо другой формат. Вот. В плане звука вот таким именно образом я просто раньше этого не знал даже. И в каких-то видео говорил, что, мол, вот есть такая проблема. Наконец-то я разобрался, все посидел, понял, что надо просто вот в настройках сам диск запустили, и там выбрали нужный аудио формат. То же самое, кстати, касается PS4, но про это мы чуть дальше. Вот. Поэтому Blu-ray плеер великолепный, конечно же. и 3D читает, и Blu-ray Live работает, и быстрое, и хорошее. Меню удобно. Единственное, конечно, меню нету много задачности, и у нас нельзя свернуть меню. То есть, если нажать, допустим, выйти в главное меню PlayStation, то воспроизведение диска прекратится. По качеству изображения звука никаких нареканий. Картинка сочная, красивая, звук нормальный. Но есть один нюанс, который интересный я заметил. Вот если взять PlayStation 3 Slim модель, то у нее в настройках вывода аудио, в системных настройках системы, есть форматы такие, как DTS-HD и Dolby 3 HD. То есть, новые, там, семиканальные форматы вывода звука. Более крутые версии, чем просто DTS, там, просто Dolby Digital. А вот у этой системы в настройках вывода звука таких форматов нет. То есть, вот у этой ревизии, у самой первой. Почему нет? Непонятно. Но их нет. Вроде бы прошивка-то та же самая, должно все было обновиться. Ведь поддержка 3D есть, но почему-то нет. Непонятно, почему. Но их нет. Не знаю. При том, что сама PlayStation 3, если поставить формат вывода аудио PCM, то есть, чтобы она сама обработала. Она сама обрабатывает вот эти Dolby True HD звук и DTS там HD, да? Она их может обработать, выдать на ресивер уже в PCM формате. А вот именно в обычном формате, чтобы ресивер именно писал DTS HD, например, или Dolby True HD, не получается. Хотя слимка может. Фиг его знает. Вот такая вот интересная особенность. Напишите, что вы про нее думаете. Может, это из-за того, что в этой ревизии HDMI порт более старого форма. Дальше идем, друзья. Дальше вот она красавица PlayStation 4 Pro. Но речь пойдет о ней как о Blu-ray плеере. Видите, она вся такая скрипучая стала. Блин, на качестве экономит пластик весь такой скрипучий PlayStation 4. Все там ну ладно, это я уже отвлекаюсь. Так вот, речь пойдет о всех ревизиях. В принципе, не важно, какая у вас FAT модель, PlayStation 4 самая первая, Slim Pro. Как Blu-ray плееры, они в принципе идентичны. Что касается самого плеера. То он удобный, быстрый, интерфейс мне показался даже проще и интереснее, чем на PlayStation 3. она имеет многозадачность, то есть воспроизведение Blu-ray фильма мы можем поставить на паузу, свернуть, что-то там делать в меню, потом открыть плеер и продолжить просмотр. Чтобы вывести формат звука в BeatStream, то есть чтобы на ресивер у нас шло нормальный звук, именно в том формате, в котором он есть, мы опять же в настройках, вот когда диск сам запустился, мы нажимаем треугольник, по-моему, если я не ошибаюсь, и вот там тоже в этом вот меню выпадающем находим параметр аудио и ставим нужный вариант, то есть либо сама приставка обрабатывает звук, либо ресивер обрабатывает звук, и никаких проблем. Блин, почему я раньше не посмотрел эти настройки в системе? Я почему-то думал раньше, что нужно просто указать в настройках системных формат вывода звука, и дальше все будет нормально. И всегда ошибочно предполагал, что со звуком в PlayStation 4 проблем. Хотя вот эта настройка в принципе помогла, и никаких проблем, и прекрасно теперь все работает. Единственный минус, конечно же, вот этот прекрасный пульт от PS3, он к ней не подходит. И, наверное, это один из самых главных минусов, вот как PS4, как Blu-ray плеера, это то, что пульт-то. Ну, с джойстика понятно, можно управлять, но все-таки если ты смотришь кино, хотелось бы обычный привычный пульт. И тут вот если посмотреть на какие-нибудь сайты типа MVideo, Eldorado и других сетевых магазинов, крупных сетей, то у них эти пульты были, но потом куда-то исчезли, их нет. Ну, видите, Blu-ray формат, он не популярный, их, видно, мало покупали и все, их перестали производить, может быть, поставлять, закупать. Поэтому, если, конечно, может поискать по магазинам, физически походить по местным магазинам, которые у вас есть, вы найдете пульт, но по факту на сайтах их нигде нет, у этих пультов. Там было два варианта, там был вот такой примерно вот большой, красивый, выглядел примерно так же, тоже по Bluetooth работал, он достаточно дорогой, если его искать на eBay, ну, типа с США, там стоит 2 500, еще доставка 2 500, в итоге, ну, 5 тысяч за пульт это вообще перебор. Вот, есть какие-то маленькие пульты, такие, ну, даже оригинальный был такой пультик, более компактный, более маленький, мне такие не нравятся, но, возможно, кому-то будет более удобный, допустим, маленький, компактный пультик с минимумом кнопок, тоже официально продавался, но тоже что-то нигде больше не продается, есть только искать там Amazon, eBay, всякие иностранные сайты. Что касается 4К дисков-то, спросите, но прошка-то, скажите, может, воспроизводят 4К? Нет, к сожалению, 4К Blu-ray диски PlayStation 4 не способны воспроизводить, никакая ревизия, то есть, не Pro, не Slim, ничего, если вставить 4К Blu-ray диск, то она его начнет крутить, что-то там будет пытаться определить, значок будет крутиться, диска, что вроде диск вставлен, но прочитать она его не сможет, даже ничего не напишет, просто не сможет прочитать и все, поэтому 4К диски можете даже не вставлять в эту систему, такие дела, ну а так, в целом, Blu-ray плеер годный, быстрый, шустренький, хорошо работающий, звук нормальный, ну особо каких-то прям нареканий я не выявил в работе, конечно же, если сравнивать, там может изображение в лоб, в лоб, то Pioneer покруче, поинтереснее, и DVD, допустим, этот Pioneer воспроизводит намного лучше, но PS4 зато шустрая, шустрая, всеядная, хорошая, ладно, идем в следующее, и дальше, друзья, это Xbox One S, вот такая вот белая красотка, и именно будем говорить про S-модель, либо X-модель, потому что, если взять Xbox One с самой первой ревизией, большой, здоровый видеомагнитофон, вот этот, с отдельным кирпичевым блоком питания, то он 4K-диски не воспроизводит, там, скорее всего, только Blu-ray. здесь же у нас именно консоль из того, что сейчас продается, та, которая может воспроизводить 4K-диски, ну и, естественно, как я сказал, региональных ограничений нет, поэтому я вот этого терминатора посмотрел, при этом 4K-телевизор совершенно не обязателен, то есть подключаем Xbox к Full HD-телевизору и 4K-фильмы мы сможем смотреть. Все это работает, полная Xbox поддерживает и HDR всех версий самых лучших, допустим, вот есть HDR, Dolby Vision поддерживается, HDR 10+, по-моему, без проблем, Dolby Atmos, звук, все работает, воспроизводит 4K-диски достаточно шустро, быстро, опять же, никаких нареканий в работе именно вот как бы люрей-плеера и как загрузчика, но по удобству сам плеер, наверное, все-таки мне показался менее удобным, чем на PS4, ну, нормально. Что касается пульта, но здесь опять было два разных вида пульта, оригинальных побольше и маленьких с минимум-кноп, и опять нифига нету в этих сетевых магазинах на сайтах ни черта нет, либо покупаем на Алиэкспрессе какой-то говенный китайский за 500 рублей, ну, либо на eBay ищем оригиналы, или где-нибудь на Авито, может, кто-то продает оригиналы и так далее. Кстати, если у вас нет интернета дома, и вы просто покупаете Xbox как Blu-ray плеер, ну, и просто игровую приставку, чтобы дисков играть, то интернет все-таки понадобится, потому что удивительно, чтобы воспроизвести Blu-ray диск, хоть 4K, хоть обычный, Xbox нужно скачать приложение Blu-ray плеер, то есть он скачивает Blu-ray плеер как отдельную программу, устанавливает эту программу на систему, и только тогда мы сможем посмотреть Blu-ray фильм, так что без программы ничего работать не будет, и диски запускаться не будут, поэтому нужен интернет, программа естественно бесплатная, скачивается буквально меньше чем за минуту, но как-то так, вот такая интересная особенность. Что касается звука, опять же, в настройках системы мы именно настройки конкретно звука под фильмы Blu-ray там есть, и опять же можем выбрать либо это PCM, то есть обрабатывает приставка звук, либо без обработки слать на ресивер, все, эту настройку выставляем, со звуком никаких проблем, поэтому Xbox очень годный, недорогой, хороший, самый быстрый, самый всеядный, потому что читает все диски, включая самые новые 4K диски Blu-ray, и он заслуживает от меня вот среди по крайней мере тех устройств, которые я вам показал, номер один, потому что абсолютно все играет, все очень быстро, звук хорош, картинка средняя, естественно, ну как, она неплохая, во-первых, это цифровые данные все-таки Blu-ray, есть, конечно, если вы прям может присматриваться, там, скорее всего, найдете какие-то отличия между там, пионером и Blu-ray, там, ну, если честно, прям так в лоб в лоб не сравнивал, мне кажется, картинка там вполне себе отлично, хорошая, никаких особых проблем нету, ну, DVD средняя, конечно, картиночка, кому этот DVD нужен, с другой стороны, поэтому, неплохой, неплохой Blu-ray плеер Xbox One S, либо Xbox One X можно взять, смотря, что у вас есть, как-то так, ну, а сейчас я предлагаю вам, в принципе, взглянуть на плееры, которые я, так скажем, рассматриваю и для себя, или просто расскажу вам про какие модели можно еще присмотреть в интернете. Первый плеер это тот, который я лично себе хочу приобрести и заменить свой LX71. LX, конечно, прекрасный, как я и сказал, DVD-конфетка, Blu-ray качество, просто перформанс, но тормозной, но все-таки плеер, для того, чтобы он был шустрый, быстрый, хороший, все вообще, воспроизвав все штука можно, я рассматриваю вот такой аппарат, не то, чтобы я в ближайшее будущее его буду покупать, но возможно присмотрюсь, мало ли что, возьму, и это у нас Pioneer LX88. Замечательнейший аппарат, который по большей части все воспроизводит, 70 тысяч цена, ну, прекрасный, прекрасный аппаратик, мне очень нравится. Стоит, кстати, на Авито, ну, от 40, допустим, тысяч БУ можно найти, от 40, вот, балансные выходы, как видите, у него присутствуют, ну, топовый аппарат. Дальше, дальше я могу вам порекомендовать вот такой вот плеер, присмотреться, потому что я пользовался плеерами Panasonic, и вот нашел вот такую вот модель UB820, с поддержкой Dolby Vision, HDR10+, то есть, все он поддерживает, все воспроизводит, дизайн попроще, ну, он поменьше, естественно, но, неплохой плеер, я его на Авито находил, по-моему, за 35. Из топовых и самых новых аппаратов Пионер, то есть модель вот такая LX800, ну, это вот самый крутой, то, что сейчас Пионер предоставляет, вот он все воспроизводит, благодаря поддержке новейшего формата Ultra HD, Blu-ray и так далее. Естественно, стоит он 200 тысяч рупий, это достаточно, как вы понимаете, очень дорого, но, зато вы получаете премиум аппарат очень высокого класса, как видите, здесь трехкомпонентная конструкция шасси, ну, это вот как раз про то, что я рассказывал, то есть именно жесткость кузова, жесткость все, магнитные помехи устраняются между блоками отдельной стенки, ну, то есть конструкция, сборка великолепная, шестислойная основная плата для высококачества соотношения сигнал-шум, аудиосхема для качественного звучания, сверх жесткая конструкция и так далее, и так далее, трансформатор. Но самое, что интересно, вот этот вот 800, я такую информацию находил, что он, по сути, сделан-то на базе вот этого 88-го, и можно нехило так сэкономить, прикупив именно 88-й. Единственное, вот здесь на сайте не указано, что он воспроизводит 4К Blu-ray фильмы. Также, конечно, если мы говорим про Blu-ray плееры, один из также главных игроков рынка сейчас на Blu-ray, помимо Pioneer, это компания Oppo. Вы ее, возможно, знаете, как производитель недорогих смартфонов, хотя, может, там и дорогие есть, но компания Oppo также известна своими суперкрутыми хай-энд Blu-ray плеерами. Известная, например, модель Oppo 103, ну, она уже устарела, но, тем не менее, такой крутой, хай-файный, хай-эндин, можно так сказать, Blu-ray проигрыватель, который также, как и медиапроигрыватель мог использоваться, то есть, на вроде Dune HD, даже некоторые модели там сравнивали, допустим, Dune HD и Oppo, потому что, в принципе, Oppo можно заставить и образы также читать, как Dune HD, и файлы по сети воспроизводить. Она несколько, конечно, попроще в плане меню, чем Dune, но она намного выше классом, с другой стороны, там, компоновка, насколько она сделана, это Oppo, очень хорошо, и актуальная на сегодняшний момент, это вот такая вот модель. Итак, друзья, первая модель, это Oppo 203, прекраснейший Blu-ray 4K плеер, все вообще может, хай-фай класс, крутейший, проигрыватель, посмотрите, все форматы, какие только можно воспроизводят, посмотрите на качество сборки внутренних компонентов, чипов, достаточно серьезный, Blu-ray привод собственной разработки, полностью металлический корпус, вот, здесь можно, конечно, на сайте все более подробно прочитать, в принципе, все основные вещи делает, все современные технологии, видео, аудио поддерживает, лослес, форматы, естественно, высокого качества, аудио воспроизводит, абсолютно полностью, и может использоваться, как дорогой, хороший, хай-фай, аудио плеер, так же и центр домашних развлечений, как кинотеатр, потому что имеет вот как бы именно аналоговые аудиовыходы под усилитель, ну как в том же пионере я показывал, в данном случае 7.1, вот, единственное, если вот взглянуть, конечно, на фото его и внутреннюю часть, то здесь блок питания мы видим все-таки именно импульсные, а более уже дорогой хай-фай аудиотехники используются терроридальные, чтобы было меньше помех, потому что импульсный КПД выше, но помех там больше. Вот, вот такая схема техника и есть флагман компании, это ОПО 205, ну тут ценник уже 145, тот 80, этот 145, но здесь, как видите, прям совсем же и качество воспроизведения будет великолепнейшее, цифроаналоговый преобразователь уже более высокого класса стоит, трансформатор-тоидальный, схема техника выше, ну вот вся аналоговая часть, она еще лучше, а еще выше класса. Вот, и в принципе флагман такой, суперкрутой, но дорогущей. Опять же, если не гонитесь за новинками, есть ОПО 105 модель, вот например, на Авито можно за 60 тысяч купить, и она будет по сути по уровню, вот как этот, просто более старее. У нее даже внешний вид, абсолютно, корпус, все то же самое, вот видите, те же балансные выходы, выходы 7.1 под усилитель. Также, кстати, если выбирать, допустим, недорогие Blu-ray плееры, вот лично у меня было парочку Blu-ray плееров от Panasonic, они хорошие, ну, стоили что-то там по 10, по 15 тысяч в момент, когда продавались. Сейчас, конечно, на Авито можно найти значительно дешевле, это, к примеру, вот такие модели, Panasonic 210, и также у меня был 310, они 3D воспроизводят, все делают, у 310, кстати, у нее такая особенность была, что сверху был сенсор, и мы вот так просто рукой проводим над ним, и платочек открывается. Ну, такая фишечка была интересная, бесполезная, конечно. Они очень компактные, кстати, эти плееры, они длинные, то есть по длине такой же, как этот, но узенькие, легкие, и вот такие, буквально, по длине корпуса. Вот такой вот плеер можно, в принципе, прикупить. Я свои продал, потому что за ненадобностью. В принципе, в них также смарт был встроен, вот эти плееры простенькие, там YouTube приложения, еще некоторые приложения, можно там через медиасервер, там с компьютера настроить так, чтобы фильмы по сети передавались, хотя это уже заморочено, это далеко не Dune HD в плане именно как бы вот этих всех настроек видео с флешки воспроизводят, к примеру. Кстати, еще есть такая интересная модель Blu-ray плеера, которая совмещает себе Blu-ray, DVD и VHS. Как вам такое? Взять, например, видеокассету, формат, всеми прекрасно, и взять новый формат, ну не 4К, разве что, а обычный Blu-ray, и все это в одном устройстве. И такое устройство имеется. Это модель плеера Panasonic, называется она BR630V. Как видите на экране, вот такой вот любопытный аппарат. Выходил он только в Японии, насколько мне известно, и в Японии его в принципе на том же Яху можно относительно недорого купить. Вот, кстати, вот так внутри выглядит его схемотехника. Ну, понятное дело, что это далеко не топовый уровень плеера, то есть достаточно простые платы, но сам факт, сам факт того, что устройство у нас и кассеты, и Blu-ray вот так вот ужились в одном устройстве. Интересный аппаратик. Может, когда-нибудь его себе в коллекцию, так скажем, аудио-видеотехники приобрету. Ну, а на этом, собственно, друзья, все. Я рассказал более-менее вам то, что знаю про Blu-ray плееры. Возможно, что-то мог забыть, или, может быть, в каких-то вещах был не сильно точен, поэтому можете поправить меня в комментариях или дополнить. Также пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете, интересен ли вам вообще формат Blu-ray, потому что я, конечно же, прекрасно понимаю, что это больше такой удел энтузиастов остается, так как в основном все перешло в какие-то онлайн-кинотеатры, сервисы, но онлайн-кинотеатры там и битрейт значительно ниже, и битрейт звука тоже ниже. Можно, конечно, скачивать все это вообще в принципе, но Blu-ray искренне дешевый, доступный, на Авито можно купить за сущие копейки, как и говорил. Поэтому, ну и для коллекции, для коллекции великолепный формат, потому что я вот лично собираю коллекцию на Blu-ray именно тех фильмов, которые мне сильно запали в душу, сильно нравятся, ну и, конечно, которые хотелось бы в дальнейшем пересматривать и пересматривать. Я их ищу на Blu-ray, ставлю на полочки, на вравне с теми же видеоиграми и смотрю на своих плеерах. Вот, как-нибудь еще обновлю, куплю 88-й пионерчик будет. Ну, счастье, какое счастье. Ладно, на этом всем спасибо, всем пока, до скорых встреч, удачи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok